Прежде чем говорить о генетически кодируемых флуоресцентных сенсорах, стоит несколько слов сказать о флуоресцентных белках, на основе которых они построены. Флуоресцентные белки представляют собой уникальный тип белковых молекул, которые самостоятельно могут формировать флюорофор внутри себя за счет модификации собственных аминокислотных остатков. Им не надо для этого ни дополнительные ферментативной активности, ни кофакторы, за исключением молекулярного кислорода, который обычно все-таки присутствует в биологических моделях. Это свойство позволяет использовать флуоресцентные белки в качестве генетически кодируемых флуоресцентных меток. Вам необходимо внести ген флуоресцентного белка, один-единственный ген, в модельный организм, чтобы получить на выходе флуоресценцию видимую. Вы можете прикрепить флуоресцентный белок, поскольку он белок к другим белкам, просто закодировав его в одну рамку считывания с этими белками. Вы можете направить его в разные компартменты, клетки с помощью специальных сигналов, которые направляют белки клеточные в данные компартменты, и делать множество других трюков, которые позволяют изучать клетку изнутри, не добавляя к клеткам ничего. Извне химически синтезированного и, как правило, ядовитого. Флуоресцентные белки позволяют видеть структуры клетки, какие-то белки, которые находятся в клетке, как они расположены в клетке, какую они динамику имеют. Но, кроме этого, хотелось бы видеть функциональные активности, активности ферментов, активности ключевых регуляторных каскадов, изменение концентрации ионов, которые, как правило, ведут опять же к изменениям регуляторных каскадов, изменение мембранного потенциала в нейронах и другие события. Чтобы сделать флуоресцентный сигнал флуоресцентного белка чувствительным к чему-то, существует несколько разных подходов. Самый простой из них — это сделать флуоресцентный белок, собственно, чувствительным к тому, что мы хотим измерить. К сожалению, этот подход очень ограничен, флуоресцентные белки крайне нечувствительны ни к чему, и можно сделать их чувствительными только к изменениям PH — кислотности в клетке. Но, тем не менее, это очень важный показатель. В клетках очень важна стабилизация PH, и во многих случаях она изменяется направленно, и это ведет к различным биологическим эффектам. Поэтому на основе флуоресцентных белков действительно были получены много довольно и хорошо работающих сенсоров на PH, где просто напрямую изменение кислотности среды воздействует на флуоресцентные свойства флуоресцентного белка просто потому, что в его хромофоре есть ионизуемая группа, которая может протонироваться или протонироваться. Но это уникальный случай. Во всех остальных случаях флуоресцентный белок не может чувствовать ту активность, которая вам интересна. Что же делать? В данном случае надо создавать химеры флуоресцентных белков с чувствительными доменами, то есть с доменами, с белковыми доменами из живой природы взятыми, которые, собственно, и сделаны природой для того, чтобы чувствовать какие-то изменения среды, сигнальные события, ионы и все прочее. Хорошо то, что для любого события, которое биологически значимо, можно найти такие домены. Потому что, если событие биологически значимое, значит, клетка должна его чувствовать, значит, в ней есть какой-то рецептор белковый к этому событию. Если такового рецептора нет, то, значит, и событие это биологически незначимое, и сенсоры для него не нужны. Можно соединить флуоресцентный белок с чувствительными доменами и сделать так, чтобы изменение конформации чувствительных доменов в ответ на изменение среды привели к изменениям флуоресцентных свойств. Как это сделать? Самый простой и, наверное, широко распространенный способ — это использовать резонансный перенос энергии между двумя флуоресцентными. флуоресцентными белками. Это так называемый FRED — Fluorescence Resonance Energy Transfer, ферстеровский или флуоресцентный резонансный перенос энергии. Когда рядом оказываются два флуорофора, в том числе и два флуоресцентных белка, один из которых немножко синее, а другой немножко краснее, и они расположены очень близко друг от друга в нанометровом диапазоне, то наблюдается нерезонансный перенос энергии с более коротковолнового флуорофора на более длинноволновый. И этот эффект можно очень широко использовать. Например, если вы возьмете два флуоресцентных белка, а между ними поместите чувствительные домены, то изменение конформации этих чувствительных доменов приведет к изменению взаимной ориентации или расстояния между флуоресцентными белками, что приведет к изменению FRED, и вы можете это с помощью микроскопии увидеть. Изменение яркости или цвета флуоресцентной белка позволяет отследить в реальном времени изменения в составе внутриклеточной среды, изменения мембранного потенциала, ионной среды, PH или активности регуляторных ферментов. В чем ограничение генетически кодируемых флуоресцентных сенсоров? Прежде всего в том, что их нельзя использовать в моделях, где вы не можете допустить генетическую модификацию клеток, например, для человека. Никто из нас не хочет делаться генно-модифицированным, чтобы в нас экспрессировался зеленый флуоресцентный сенсор, даже если нам очень интересно, что происходит в составе организма. Поэтому это применимо только для биологических моделей. Но в остальном генетически кодируемые сенсоры намного превосходят химические или физические сенсоры, которых тоже большое количество существует. Почему они превосходят? Дело в том, что вы можете добиться чрезвычайно высокой чувствительности и чрезвычайно высокой специфичности ответа за счет использования природных доменов, которые обычно очень чувствительны и очень высоко специфичны к тому событию, которое вы хотите мерить. Как правило, никакие химические красители не могут достичь той же специфичности и селективности. Второе, что вы можете направить флуоресцентный сенсор в любую часть клетки. Поскольку это белковая молекула, вы можете присоединить любые сигналы локализации этого сенсора, направить его в ядро, в цитоплазму, в митохондрии, в любые органеллы и даже маленькие субкомпартменты. Это очень важно, потому что, как глупо измерять температуру по больнице, так же и в клетке очень важно то место, где вы измеряете тот или иной сигнал. Клетка представляет из себя, с точки зрения биохимии, огромный комплекс, четко разделенный на разные компартменты и разделы, и в каждом из них происходят совершенно разные реакции. Важно мерить именно в этом месте. Опять же, как правило, химические сенсоры и тем более какие-то физические чипы и электроды нельзя поместить в столь небольшие и прецизионные компартменты клетки. Кроме того, в составе целого организма можно направить флуоресцентный сенсор именно в нужный тип клеток, чтобы не весь организм его экспрессировал, а только определенный тип нейронов или других клеток, что позволяет мерить, опять же, активность только четко выделенной популяции. Ну и, наконец, последнее преимущество — это отсутствие экзогенно добавленных, снаружи добавленных веществ, которые или в ряде случаев просто трудно добавить и донести до нужных тканей, а в ряде случаев они могут быть токсичные и неприятные. Кроме того, они обычно довольно дорогие. Как у всякой технологии флуоресцентных сенсоров есть большие перспективы развития, существует большое количество процессов очень интересных и важных и в клетке, и в организме, для которых до сих пор не сделано генетически кодируемых флуоресцентных сенсоров. Стоит отметить только, например, оксид азота , который очень важно играет регуляторную роль в организме, но до сих пор хорошего флуоресцентного сенсора на него не сделано. Или, например, тот же кислород. Очень трудно оценивать уровень кислорода в тканях и в клетках, а сенсора генетически кодированного на него нет. Кроме того, естественно, даже существующие сенсоры надо улучшать. Вообще опубликовано огромное количество флуоресцентных сенсоров, которые работают исключительно в лабораториях, которые их разработали. Например, за счет того, что ответ специфический можно увидеть только в определенных условиях, потому что он составляет 5%, а иногда и 1% от сигнала. В модельных каких-то очень хороших условиях это видно, но на практике все это поглощается шумами. В практике нужны яркие, высококонтрастные, то есть с высоким динамическим диапазоном во много раз, чтобы изменялась флуоресценция сенсоры. Опять же, в красной и дальнекрасной областях спектра сенсоров на сегодняшний день почти нет. В последние годы появились новые типы флуоресцентных белков. Они основаны на белковых доменах, которые связывают кофакторы, уже имеющиеся в клетках. Таким образом, они не могут их формировать сами, но они по сути являются генетически кодируемыми. Вам только необходимо принести один ген данного белка, а кофактор уже имеется в клетке. Эти белки также открывают новые перспективы развития сенсоров. Например, один из типов новых флуоресцентных белков обладает дальнекрасной, даже инфракрасной флуоресценцией, которая недостижима для старых флуоресцентных белков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова